После неожиданных ноябрьских метелей наступила оттепель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни весь снег растает. Для коммунальных служб это большое облегчение, ведь зимой они должны постоянно отслеживать ситуацию на дорогах и успевать их чистить. У нас есть дежурные, которые круглосуточно проверяют улицы, как только появляются подозрения, что может образоваться черный лед, или если начинается снегопад, мы сразу же начинаем посыпать улицы и чистить от снега. Первый снег в этом году можно считать проверкой на бдительность. Сейчас-то все тает, но неизвестно, какая в этом году будет зима. Через пару недель метели вновь могут нас настигнуть. Чтобы во время оттепеля Рига не превратилась в одну сплошную лужу, коммунальщики должны вывозить снег с улиц. Мы вывозим снег по ночам, в первую очередь из Старой Риги и других центральных улиц. Отдельно убираем сугробы у остановок общественного транспорта. Департамент сообщений отвечает только за дороги. Чистка тротуаров в руках владельцев зданий и управляющих. Каждый должен справляться сам. Получается у всех по-разному. Не очень. Не очень? Нет. В каком плане не очень? Ну, хотелось бы лучше. Скользят ноги все-таки. А когда идете наверх, посматриваете, что в сосуде? Да, да, обязательно. Если есть, что делать? Ну, подальше отхожу. Да, никто не хочет по голове подучить, правда? В центре тротуара чище, чем в спальных районах. Мне очень нравится, как привели в порядок улицу Кришинобарена. Она и раньше была красивой, а теперь еще лучше стала. Снег почистили, и теперь удобно по ней ходить. Не хочу сказать плохо, потому что все равно все стараются. Ну, все бывает, вы же понимаете, и в доме мы убираем как по-разному. Мы специально прошлись по некоторым улицам в центре города. Дзирново, Гертруд, Изблауманя. Людей тут всегда много, а значит, управляющие должны особенно тщательно следить, чтобы с крыш не падали ледяные глыбы. Увы, на многих крышах мы заметили целые гирлянды сосулек. Кое-где вдоль домов растянуты красные ленты. Мол, аккуратно с крыш может падать снег и лед. Но лент и предупреждающих табличек недостаточно. Крыши и тротуары владельцы домов должны чистить. В противном случае люди имеют право вызывать муниципальную полицию. Административная инспекция в этом году уже составила 270 протоколов. Штраф за нерасчищенные тротуары крышу для физических лиц 350 евро, юридических 1400. А если сосулька упадет с крыши, например, повредит автомобиль, владелец имеет право обратиться в суд и потребовать возмещение ущерба. Маша Иванова, Мартин Шавац, Русское вещание, ЛТВ-7.